Мы с вами находимся в уникальном месте в долине Луары, буквально в 200 километрах от Парижа, где находится заповедник и дом известного французского дречитировщика Жанна Филиппа Варана. Здесь живут совершенно уникальные животные, которые снимались во многих фильмах. Он знал, как сделать так, чтобы это животное совершило то, что нужно было по задумке режиссера. И сейчас это уже старенький человек, совершенно очаровательный, который живет здесь на 13 гектарах этого леса, в окружении всех этих удивительных, очень дружелюбных животных. И мы сегодня с вами посмотрим, как живут эти животные, попытаемся понять, каким образом произошло так, что они перестали бояться человека, каким образом они стали ручными настолько, что они не боятся даже человека, которого они не знают, какие роли они сыграли в кино. И попробуем вот окунуться в эту совершенно волшебную энергетику, которая возникает от контакта и от общения и с этим человеком, и с этими животными. Пошли. Вот этим вот деточкам маленьким, два с половиной месяца, они живут вот здесь, потому что мама, когда родила, родила сразу трех таких вот маленьких оленяк, поняла, что выходить сможет только одного. В природе это часто бывает. Он увидел, что она хочет их затоптать, и он их забрал сюда, чтобы они выжили. Им сейчас уже почти три месяца. Их вот так вот кормят здесь молочком. И эти вот чудесные оленятки, они уже абсолютно ручные, поэтому, когда они вырастут, они тоже станут великими артистами и будут сниматься в каком-нибудь чудесном кино про зверей. Вот это вот маленькая коробочка, которую с самого детства, а у птиц прямо, когда они еще в яйце, ставится рядом эта коробочка, которая дает вот такой странный звук. И у каждого зверя вот этот самый звук ассоциируется с чем-то вкусненьким, что ему сейчас дадут. И все звери, будь то тигры, которых мы потом увидим, будь то вот такие оленята, будь то орлы или совы, они все на этот звук реагируют очень позитивно. Поэтому вот эту коробочку можно не везти с собой, если вы хотите, чтобы все звери за вами шли. Сейчас я попробую отойти, мы посмотрим, пойдут за мной или нет. Смотрите, они все за мной идут, потому что у меня есть коробочка. Вот эта вот тигрица, она родилась вот такой хроменькой. И, наверное, в природе она бы не выжила. Но для Жан-Филиппа это, конечно, был просто огромный плюс, потому что это ее отличие от всех других. Снимается во всех фильмах, где нужно изобразить больного или подбитого раненого тигра. А вот в двух соседних клетках мы сейчас увидим, живет лев с львицей. Это совершенно другие животные, очень опасные, гораздо опаснее тигров. И Жан-Филипп рассказывает, что к ним надо очень аккуратно подходить, ни в коем случае не трогать их руками, как тигров, потому что лев, животное гораздо менее компанейское, менее общительное. Мы сейчас находимся во владениях Жана-Филиппа Варана на его студии Жекана. В этом огромном павильоне, на этом зеленом фоне, как раз снимаются картины, связанные с животными. Причем картины очень известные для вас. Здесь страусы. Они кусаются, ребята. Вот. А теперь попробуйте отличить. Одного страуса от другого. Из нем Жюли. Жюли. Это она. Вот с этой девушкой я познакомился ровно секунду тому назад. Представьте себе, могли бы вы где-нибудь в зоопарке или в дикой природе подойти к страусу настолько близко и сразу его погладить? Это невозможно. И только благодаря Жан-Филиппу это возможно, потому что это животное меня не боится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok